Всем привет! С вами Айка и сегодня Мугупанк с клубничкой. Я нашла крупную клубнику. Поискала ее, кстати. Посмотрите на этот размерчик. Очень аппетитно пахнет. Это прям нечто. Я, честно, очень люблю клубнику, особенно когда она только-только появляется. Я прям фанатка этого всего. Макаем и кушаем. Это взбитые сливки с сахарной пудрой. Получается просто обалденно. Я сильно взбивать не стала. Мне нравится прям такая консистенция. У меня появилась идея. Точнее, не у меня появилась идея. Я увидела у блогера одного. Ее зовут Наташа. Наташа Кисель. Ее просто, боже, она такая классная. Ну, в общем, у нее я увидела, что она выходит в прямой эфир, там готовит, общается. То есть прямой эфир в Ютьюбе. Я подумала, а может быть, в неделю один раз устраивать прямые эфиры? Что вы думаете на этот счет? А потом эти видео сохранять. Настроить классный свет. Можно даже с едой прямой эфир, как стрим, например, сделать. Там просто без подарков, без донатов и все такое. Просто посидели, покушали, пообщались. Вот. А потом я могу это видео загрузить. Или без еды, например. Я иногда крашусь. Я могу просто поставить телефон и краситься вместе с вами, общаться, что-то обсуждать. Я хочу сделать такую рубрику и в неделю один раз выходить в прямой эфир, общаться с вами и все такое. Пишите ваше мнение в комментариях, кто за, кто против. В сообществе буду писать точное время, когда я буду выходить, наверное, вечером, когда все свободны, когда все уже пришли с работы. Хотя вечером освещение не очень. В общем, пишите, когда вам будет удобно. А еще мне очень нравится в Ютубе то, что я, например, загружаю истории, и они остаются 7 дней. Вот в Инстаграме, например, что-то происходит, я выкладываю, а потом в Ютубе рассказываю про это. Люди переходят на мой Инстаграм, чтобы увидеть это все своими глазами. А история все. Прошло 24 часа, и все пропало. Поэтому я хочу делать больше контента, что-то снимать для вас, потому что сейчас ситуация не из лучшей. война. То, что я вижу, это, конечно, ужасно. На какие-то политические темы я в Ютубе говорить не могу, потому что у нас есть правила сообщества. Но то, что происходит, происходит просто ужасное. Мне хочется просто разбавить это все. Много снимать. Потому что я заметила, что некоторые блогеры там находят дополнительный какой-то заработок и уже меньше снимают для Ютуба. Я не осуждаю таких людей ни в коем случае. Некоторые в комментариях пишут, ой, чуть что сразу ушла, бросила нас и так далее. Нет, мои хорошие, это неправильное рассуждение абсолютно. Это вынужденная мера. У людей кредиты, ипотеки, проблемы и тысячу всего, что они, например, не говорят. К сожалению, много чего упирается в деньги. Так что, вот я думаю над этим, чтобы делать прямые эфиры. Кому интересно зайдет, посмотрит. Кому неинтересно пройдет мимо. Опять же, никого не заставляю смотреть мои прямые эфиры. Просто я сначала думала прямой эфир, например, с едой. А с другой стороны, я понимаю, что у меня айфон, и у меня нету микрофона. То есть у меня разъем для вот этого микрофона не подходит на мой телефон. Он чисто для камеры. Поэтому, пожалуй, наверное, мукбанки просто будут без вопросов. А прямые эфиры, какие-то собиралки и так далее. Например, какие-то бьюти-тему будем обсуждать. Вот девчонки меня спрашивали насчет бровей. Жалею ли я, что я сделала брови? Вот честно, в какой-то степени дам. Жалею. Знаете, почему? Не то, что мне не нравится форма, мне все нравится, даже очень. Просто дело в том, что цвет очень быстро сходит. И он не превращается ни в красный, ни в голубой, ни в синий. Просто дело в том, что эта процедура не очень долговечная. Вот вы сделали ее, максимум полгода вы не будете подкрашивать брови. Через полгода вам придется их подкрашивать. А если вы все равно их подкрашиваете, зачем вообще ее делать? Можно просто рисовать себе брови. Я-то просто думала, что, например, я сделаю брови. Я вообще не буду ничего делать. Я встаю и такая красотка иду. Например, губы. Сделала ты губы один-два раза. Гири рассосался, и все, больше ты не делаешь, к примеру. А брови, если ты один раз сделала, то уже постоянно, в год, в полтора года один раз обязательно должна делать брови. Многие со мной не согласятся. Многим нравится эта процедура. И мне кажется, если делать внутри своих бровей, то есть не выходить за рамки своих бровей, то, наверное, да, круто это все смотрится. Но в моем случае я рисовала брови там, где бровей уже нет. У меня сама бровь чуть пониже. Вот, учитывая все эти моменты, я, например, если можно было вернуться назад, я бы не стала делать эту процедуру. Скажу вам честно. Хотя мне одна подписчица прям отправляла свои брови. Такая чекуля, такая красотка. Ее звали Диана. Она тоже в Баку живет. Она время от времени мне писала. Ну, в общем, она мне отправляла свои брови. Она делала у лучшего специалиста в Баку. И она говорит, через год, вот, посмотри, в каком состоянии у меня брови. То есть пигмент сошел. И это время от времени постоянно нужно ходить на коррекцию. А чем чаще ты ходишь на коррекцию, тем больше разного материала, разной краски вбивается в твою кожу. Я считаю, что это не очень хорошо. Вообще, сказать честно, за последние два года, даже не два, полтора года, я очень сильно поменяла свое мнение по отношению ко всяким изменениям и все дела. Раньше мне так нравились губы, не знаю, большие губы и так далее. Сейчас я понимаю, гель очень часто мигрирует. Например, вы вводите препарат в губы, а он мигрирует под, над губой, например. Это смотрится ужасно. То есть, если вы думаете, что любые изменения не проходят без, без никаких осложнений, да, возможно, но все равно у процентов 20 эти осложнения выявляются. Но опять же, если сравнивать косметологию и вот это вот татуаж и все дела, хотя, наверное, я неправильно выразилась, да, если сравнивать инъекции красоты и перманентный макияж, мне, наверное, ближе инъекции красоты. перманент, не знаю даже. Вообще не стоит, мне кажется. Все равно через полгода вы будете опять красить брови. Так зачем оставлять какие-то шрамы на вашей коже? Лучше всю жизнь просто подкрашивать брови. И все. Вы знаете, что я начала делать? Я начала вот эту вот часть просто бритвой брить. Вот чем больше я брею, тем больше у меня здесь растут волосы. Мне кажется, здесь у меня скоро будет волосня. Мне кажется, пересадка бровей вот это самое то. Если все будет держаться, идеально. Ну, в общем, можно такие бьюти, какие-то темы обсуждать. вы будете задавать вопросы, я буду отвечать. Не часто. Но в неделю один раз, мне кажется, можно и мне не сложно, и вам интересно. вкуснотища просто. Давайте еще пару штук. а то, говорят, слишком много есть фруктов нельзя. На них может появиться аллергия. У меня, правда, ни на что аллергии нету, но все равно. А витаминоз, или как это правильно называется? Завтра у нас, кстати, будут суши. Причем те роллы, которые я никогда не пробовал, новые. С чаем. Прикиньте, фрукты с чаем. Я всегда фрукты кушаю с чаем. И все вокруг не понимают этого, как это можно сочетать. Часто бывает такое, я снимаю мукбанг, и в комментариях вижу, люди пишут, ой, это же не сочетается, бедный желудок, и так далее. Я прожила сколько лет, у меня никогда не было такого, что этот продукт не сочетается с этим, поверх рыбы нельзя кушать, там, не знаю, молочные продукты. Я все всегда ела, и никаких проблем с пищеварением у меня никогда не было. Поэтому, когда вы так пишете, для меня, честно, удивительно. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok